МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. ДК – это наше историческое здание. Он построен был в 1961 году. Фактически вокруг него и выстраивался весь город Люберцей. Люберецкий дворец культуры преобразится. Я уверен, что когда дети придут уже к сентябрю на новый учебный год и увидят новое помещение зала... У спортивного зала гимназии номер 24 появится новый облик. Краш транспортных средств меньше на 64,7%, всего 6. Угонов меньше на 36,8%, всего 12. Люберецкая полиция читалась о работе за полгода. Люберцы встретили хорошо. Здесь очень хорошие площадки. Первенство Московской области по пляжному волейболу провели на берегу Малаховского озера. А теперь подробнее об этих и других событиях. Лето – жаркая пора для всех коммунальных служб. Практически сразу, как завершается очередной отопительный сезон, ресурсники начинают готовиться к следующему. А сотрудники Люберецкой теплосети и вовсе устроили самоэкзамен, провели учения по отработке действий при внештатных ситуациях. Насколько успешно они справились с задачами, покажем в следующем сюжете. Теперь представьте, здесь никого нет. Никого. То есть вы здесь одна сидели, пили чай. И вдруг, значит, бах, и все погасло. У нас сегодня 11 июля. На улице 27 градусов. По тренировочным занятиям у нас сегодня 11 февраля 2025 года. На улице минус 18,5. Одна из тем тренировочного занятия – отключение электроэнергии. Котельная полностью обесточена. Задача диспетчера – оперативно среагировать на внештатную ситуацию и вовремя оповестить аварийные службы. Электроэнергия отключена и на котлах, и на освещении. Да? ВДС сообщила. Нет еще. Все, перезваниваем. Из-за отключения электроэнергии в щитовой котельной задымление. На место происшествия оперативно приезжают добровольные пожарные дружины Люберецкой теплосети. Параллельно идет отработка действий еще одной внештатной ситуации – рожига котла. Я хочу отметить высокий профессионализм Люберецкой теплосети, где априори и сотрудники, и руководство на достаточно высоком уровне не первый год работают. И поэтому здесь все достаточно хорошо продумано и хорошо организовано. И добровольная пожарная дружина, и электрики достаточно оперативно приехали, знают свое дело, быстро делают. Поэтому можно поставить только позитивную и хорошую оценку. Учения, тренировочные занятия прошли успешно. Есть определенные замечания, но замечания – это только с моей стороны, как главного инженера. Чисто, скажем таки, мелкие помарки. Это и есть главная цель таких тренировочных занятий – выявить недочеты и провести работу над ошибками, чтобы в реальной ситуации не допустить их. На сегодняшний день к отопительному сезону готовы 44 котельной городского округа, что составляет почти 60% от их общего количества. В Люберцах приступили к долгожданному ремонту Дворца культуры. Как преобразится историческое здание и какие работы будут выполнены внутри ДК в летний период, узнали мои коллеги. При входе разместят две гардеробные и обновят освещение. На первом этаже отремонтируют коридоры и фойе. За счёт демонтажа стен, перегородок и неиспользуемых дверей его сделают просторнее и уютнее. Стены украсят портретами выдающихся людей, чьи имена связаны с историей Люберецкого края, и фотографиями прославленных коллективов Дворца культуры. А в помещении бывшего кафе обустроят современный хореографический зал с балетными станками. На данном этапе у нас заканчиваются демонтажные работы, и мы приступаем к общестроительным работам. Конечно, мы все ждали этого ремонта. У нас будет светлое здание, новое, обновлённое. Наши дети с удовольствием будут сюда приходить и наслаждаться новизной. Работы кипят и на цокольном этаже. Здесь выполнят перепланировку туалетных комнат, заменят сантехнику, приведут в порядок технические помещения. Обновят и фасадные входные группы. Ход работ проверил глава округа Владимир Волков. ДК – это наше историческое здание. Он построен был в 1961 году, фактически вокруг него и выстраивался. Весь город Люберцы. И, конечно, приходит время, когда нужно обновлять свои основные фонды. Самое главное, что в летний период проходит ремонт, и он не затруднит учебный процесс. Наш Дом культуры будет выглядеть абсолютно по-другому. Современно, с учётом тех исторических ценностей, которые создавались, когда он строился. К концу лета ремонт будет завершён. И уже в сентябре обновлённый Дворец культуры откроет двери для посетителей. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецкой 24-й гимназии начался капитальный ремонт спортзала. Какие работы выполнены и когда здесь снова начнут проводить тренировки и занятия физкультурой, расскажет наш корреспондент. Первых учеников эта школа приняла в 1961 году. Население Люберец росло. И в начале 90-х к зданию сделали пристройку с учебными классами и спортивным залом. За 33 года такой ремонт проводят впервые. В этом году мы наконец-то дождались муниципального финансирования. С 1 июля приступили ребята к работе и капитальный ремонт спортивного зала. Полностью перекрыли полы, полностью переделали стены. Рабочие заменили систему отопления и постелили на пол фанеру. Сверху уложат спортивный линолеум. Такое амортизированное покрытие поглощает удары и смягчает падения. Также в зале заменят светильники, установят новые баскетбольные кольца, ворота и волейбольные сетки. Я уверен, что когда дети придут уже к сентябрю на новый учебный год и увидят новое помещение зала, они будут совершенно рады и рады заниматься. И здесь будет совсем другая приятная атмосфера. Естественно, будет больше спортивных и улучшенных результатов. И мы приложим максимум усилия уже в новом зале. Ремонт спортивного зала в 24-й гимназии завершат к концу июля. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкий округ посетили молодые ученые из Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Вместе с замминистра экологии Московской области Вадимом Воронцовым они посетили бывший полигон твёрдых бытовых отходов в Торбеево. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Площадь полигона – 25 гектаров. Большую часть законсервировали ещё в 2013-м. Отходы утрамбовали, присыпали пятиметровым слоем грунта и установили систему дегазации. Чтобы собрать биологический газ из тела полигона, на различной глубине проложили трубы для передачи на эту станцию. И чем выгодно она отличается, здесь есть система охлаждения газа. То есть его подготовки перед фильтрацией, сжиганием. Вредная примесь, которая случайно вдруг не осел в охладителе или её не уловил фильтр, она непосредственно сгорает сама. То есть выбросов абсолютно не происходит. Сжигание идёт даже чище, чем из газовой горелки дома. Мониторинг качества воздуха проводится каждый час. В онлайн-режиме данные передаются в Министерство экологии. По просьбам жителей, анализ воздуха проводит и передвижная экологическая лаборатория. Её устанавливают в нескольких метрах от въезда на полигон. Парализомер по 32 показателям, таким как угарный газ, сернистые соединения, азотистые соединения, озон, предельные углеводороды, ароматические соединения. Нигде превышение не было выявлено. Продолжаются работы и по рекультивации полигона. В 2023-м Минэкология утвердила дорожную карту по отсыпке нижнего слоя. Это последняя карта полигона, которая эксплуатировалась ещё пять лет назад. Чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, здесь также уложен грунтовый слой. «На данном этапе новая дорожная карта находится на рассмотрении в Минэкологии по среднему участку. Объём 150 тысяч кубов грунта. На весовой у нас установлена камера, которая направлена в сторону полигона. Любой желающий может по ссылке, который находится на баннере, который висит в начале полигона, может зайти и посмотреть в реальном времени, какие работы производятся на полигоне». Через контрольно-пропускной пункт завозят только вторичный щебень и чистый грунт. Для отсыпки последнего участка площадью более шести гектаров. Рядом с полигоном перерабатывают строительные отходы. На въезде на площадку каждый самосвал также фиксирует видеокамеры. «В рамках работы летней школы Тимирязевской сферскохозяйственной академии мы с коллегами приехали изучить работу комплекса по переработке строительных отходов. Посетили и старые закрытые карты. Убедились, что действительно твёрдые коммунальные отходы на территорию полигона не поступают. Тот автотранспорт грузовой, который заезжает, привозит исключительно строительные отходы». Полигон твёрдых бытовых отходов в Торбееве был открыт 30 лет назад. В 2021-м его деятельность полностью прекращена. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сотрудники управления МВД России Люберецкая подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. С отчётным докладом выступил начальник штаба межмуниципального управления Люберецкая Павел Землянский. Основной акцент на мерах предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Благодаря проведению ряда профилактических операций в округе сократилось количество правонарушений. С начала года на территории обслуживания межмуниципального управления Люберецкая зарегистрировано 2174 преступления. «Меньше совершено убийств на 33,3% всего 6, грабежей на 10,5% всего 17, Краш общей уголовной направленности меньше на 13,4% всего 473, Краш транспортных средств меньше на 64,7% всего 6, Угонов меньше на 36,8% всего 12, За отчётный период раскрыто 1300 преступлений. К уголовной ответственности привлечены 1016 человек. Снизилось число ДТП и пострадавших в них. Ещё две важные темы – борьба с дистанционным мошенничеством и усиление контроля над мигрантами. На территории городских округов Люберца, Котельники, Держинский, Латкарина, Московской области, по состоянию на 1, 07, 24 поставлено на миграционный учёст по месту жительства 64 794 иностранных гражданина и лиц безгражданства. Судебными приставами вынесено 1246 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Наибольшее количество преступлений совершено выходцами из республик Узбекистана – 33, Таджикистана – 21, Белоруссии – 18, Киргизии – 18, Армении – 8. На территории обслуживания Люберецкой полиции установлено более 13 тысяч видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион». Благодаря им с начала года оперативно раскрыты десятки преступлений. По итогам доклада за отчётный период работа межмуниципального управления МВД России Люберецкая признана удовлетворительной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Совместили приятное с полезным. Во дворе дома номер 28 по улице Урицкого прошло сразу два мероприятия. Традиционный праздник – День соседей и встреча с жителями в формате выездной администрации. На месте событий работала Луиза Идиазарян. Так шумно и весело во дворе этого дома ещё не было. Музыкальная программа, анимация для детей, творческие мастер-классы, настольные игры и сладкие угощения на одной площадке. Праздник для жителей устроили депутаты третьего избирательного округа совместно с администрацией и управляющей компанией ЛГЖТ. Здесь вот за июнь, май месяц были произведены определённые действия по благоустройству территории. Конечно, хотелось бы услышать обратную связь и послушать, что понравилось, не понравилось, что, может быть, стоит дополнить в данном дворе. Замечательно, всё очень дружелюбно, весело. И мороженое дают, и гороги. Замечательно, всем нравится, дети как замечательно танцуют. Пока дети веселятся и танцуют, взрослые заняты делами насущными. Чуть дальше от места проведения праздника работает выездная администрация. У нас же из Нуридска школу построили. Она будет платной? Нет, она бесплатная. Бесплатная. Это муниципальная школа. Никакая плата не берётся. Дети учатся с 1 по 11 класс. Самый популярный вопрос для жителей с северной стороны города – реконструкция Наташинского парка. Благоустройство зоны отдыха здесь ждут с нетерпением. Все хотят видеть его хорошим, благоустроенным. Не иметь там только одни дорожки, палаточки. Мы хотим зелёные насаждения. По поводу касаемо сроков, я вас всех уже неоднократно заявляю, что в сентябре месяце парк, я заявляю официально, что будет открыт. В сентябре месяце вы все будете гулять там, радоваться. Вопросы, предложения и замечания жителей представители администрации взяли в работу. Подобные встречи регулярно проходят на территории всего городского округа. В России отметили День семьи, любви и верности. Впервые эту дату начали праздновать в 2008 году, который, как и нынешний, 2024 проходил под эгидой Годы семьи. Как в городском округе Люберцы чествовали главных виновников торжества, покажем в следующем сюжете. День семьи, любви и верности – праздник, который имеет православные корни. 8 июля церковь вспоминает благоверных князей, супругов Петра и Февронию. Они считаются небесными покровителями брака. Именно поэтому праздник всегда начинается с молитвы. На протяжении многих лет этот праздник отмечали на территории Преображенского собора. В этом году локацию поменяли. Главную аллею Центрального парка украсили портретами люберецких семей. А для детей организовали мастер-классы и игры на свежем воздухе. Семья – это ценность, самая важная ценность, это фундамент нашего общества. Без семьи невозможно развитие комфортности проживания, ощущений, любви. Поэтому хотелось бы всем пожелать здоровья, любви, домашнего уюта. С праздником! Главные герои праздника – юбиляры семейной жизни. Супруги Белиновы вместе уже 50 лет. Золотую свадьбу отметили как раз накануне Дня любви, семьи и верности. Прочность семьи зависит от уважения, любви, уступки, чтобы уступать друг другу. И ценить в каждом человеке, вот он во мне, я в нем. Огромнейшую, огромнейшую заботу. Заботу по любому поводу. Я хочу пожелать всем семейного тепла, уюта, благополучия, взаимопонимания, любви обильной в семье, ну и здоровья. Люди, которые сейчас находятся под особым вниманием семьи и участников СВО, также приняли поздравления. Благодарственное письмо главы «Люберец» вручили Олесе и Равшану Доврановым. Среди награжденных и многодетные семьи городского округа «Люберцы». Семейная жизнь, обросим их, активная и яркая. Насыщена концертами и мероприятиями. Еще одним подарком для всех гостей стал праздничный концерт под открытым небом. На сцене Центрального парка выступили артисты городского округа. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ну и в продолжение темы праздничный концерт, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности, прошел во Дворце Спорта Триумф. Участниками мероприятия стали жены и дети военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. На празднике работала съемочная группа нашего телеканала. Сегодня в этом зале отмечают День Семьи, Любви и Верности. Но из присутствующих только жены и дети. А их мужья и отцы сейчас стоят на защите Родины. Огромное спасибо за такое замечательное мероприятие. И детям приятно, и взрослым приятно. И, как я называю, немножко сменить картинку для девчонок. Немножко расслабиться, чтобы детишки здесь побегали, потанцевали. Со СВО мы связаны напрямую, так как наш папа в 22-м году ушел на фронт защищать нашу Родину, защищать нашу семью. Поэтому для нас это очень теплый праздник, семейный праздник. Папа наш, слава Богу, дома, он уже ветеран. А вот этот праздник, он все-таки больше для тех жен, для тех детей, которые ждут своих отцов, ждут своих мужей с любовью, с верой, с победой домой. Мам, я быстренько. Для самых маленьких подготовили сладкие угощения и мастер-классы. Каждую поделку они выполняли с любовью и трепетом, ведь потом ее можно будет отправить папе. Я раскрашиваю футболку, делаю одуванчик на ней. Папа, ну, он сейчас работает в другом городе, на стройке, где была война. Он с 6 сентября, но он иногда к нам приезжал. Среди гостей Кристина Хвобыстова с детьми. У нас, конечно, праздник мужья на СВО, но мы верим, ждем, молимся. Они рады, что нас приглашают, что о нас заботятся. Супруг у меня мобилизован 12 октября 2022 года. Почти будет осенью два года. Держимся, поддерживаемся. Слава Богу, что выходит на связь, потому что это очень важно. Детки тоже поддерживают и рисунками, посылки отправляем, всем помогают. Все хорошо, ждем с победой. Всего в городском округе Люберца проживает больше тысячи семей, участников специальной военной операции. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Большие семейные выходные в Центральном парке. Люберчан и гостей округа ждали мастер-классы, лекции, спортивные состязания и концертная программа. В праздничную атмосферу окунулся Богдан Колесников. Рисование на пленэре, дартс, прыжки через канат, стрельба из лука, катание на электромашинках. Послушать историю о жизни Петра и Февронии, покровителей семьи, и поучаствовать в праздничном забеге. Мы каждую субботу бегаем здесь, еженедельные забеги на 5 километров, 5 верст Наташинский. Так как наш парк на реконструкции, мы временно здесь до октября. Сегодняшний забег посвятил своей семье, которая находится в Калышевской области сейчас, и своей любимой девушке, которая живет в Санкт-Петербурге. Не стал уходить домой, решил остаться, погода хорошая. Пришел с сыновьями, с двумя, третий маленький дом еще, с тещей. Очень хорошо нравится, зелено, погода прекрасная. Нагуляли, ждем концерта. Вечером эстрадно-классический концерт заслуженного артиста Московской области Александра Чайки в дуэте с лауреатом всероссийских конкурсов артистов оперетты Еленой Ксенофонтовой. Настроение хорошее, в преддверии Дня семьи и любви верности мы решили с Алисской опереттой сделать небольшой концерт. Хотим всех поздравить с потрясающим праздником, пожелать всем любви, здоровья, благополучия. Сегодня все песни для вас и главного мирного неба над головой. Артисты исполнили арии из знаменитых оперет Кальмана, Штрауса и Легара, песни Александра Пахмутова и Давида Тухманова, Василия Соловьева-Седова. Все песни о любви, о любви к семье, о любви к родной земле. Если б знали вы, как мне дороги, подмосковные вечера... Как поет Александр, Елена. Это самые лучшие наши исполнители в Люберсах. Лучше не бывает. Я только его чувствую прекрасным голосом, прекрасное пение. Остальное меня не интересует вообще. Я в восторге от него. Богдан Колесников, Денис Доугольников, телеканал ЛРТ. В округе прошел парад спортивных семей, который объединил более 70 династий люберчан. Тему продолжит наш корреспондент. Парад сплотил несколько поколений люберчан. В одном строю чеканили шаг чемпионы мира и России, члены сборных команд Московской области, мастера спорта, юные воспитанники секций. Сегодня начальная точка, точка отчета, год семьи, который заведел наш президент Владимир Владимирович Путин. И мы будем смотреть, как ежегодно нас становится больше. Больше спортивных, веселых семей. Семья – это основа всего, что есть у нас. Я всех вас поздравляю с этим прекрасным праздником. В Люберцах активно развиваются более 70 видов спорта. Торжественный парад, посвященный Дню Семьи, объединил спортивные династии от всех федераций. Я занимаюсь спортивной аэробикой и занимайтесь все спортом. Сегодня я пришла на спортивный праздник с мамой и с братом. Мне было весело. Младший занимается футболом, в театре школе, стадион труд. Ну и в принципе мы все спортивные ребята. Поздравляйтесь с праздником. Гордимся вами, что вы у нас есть. Люберцы – территория спорта. И святой для России праздник, особенный праздник, день семьи, любви и верности. Решили по спортивным парадам отпраздновать это мероприятие. И подчеркнуть настоящие ценности семейные, спортивные, здоровые. Для того, чтобы каждая семья понимала, что только в спорте, только в здоровом образе жизни можно жить вместе, любить друг друга. Парад спортивных семей в округе провели впервые. Теперь он будет ежегодным. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Каждый год в Люберцах чествуют выпускников, которые добились особых успехов в учебе. В честь медалистов устраивают праздник, на который приглашают родителей, близких и, конечно, главных наставников – учителей. На этот раз традиционный бал отличников прошел в 26-й школе. Все подробности в следующем сюжете. Праздничная сцена, красная дорожка и первые места в зрительном зале. Сегодня они в очередной раз главные герои торжества. Умников и умниц городского округа уже поздравили в своих школах на выпускных вечерах. Теперь их всех собрали вместе, чтобы вручить наивысшую награду за многолетний плодотворный труд. Вы, дорогие выпускники, находитесь в авангарде молодежи, на которой мы возлагаем большие надежды. Вы – золотой фонд люберецкого образования. Надеюсь, что вы станете настоящими дружениками, истинными патриотами, которые будут прославлять нашу Россию. Каждому из вас желаю успеха, удачи. Пусть ваши мечты сбываются. Вы только в начале пути. Перед вами открыты все дороги, потому что вы научитесь главному. Работать, работать и работать, получать знания, учиться – это самый серьезный, самый сложный труд. Вы этому научились, поэтому у вас все получится. Сначала на праздничную сцену пригласили девушек и юношей, которым удалось набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ. В этом году в Люберцах 19 стобальников. Выпускница лицея номер 4 Анна Никитина показала наивысший результат сразу по двум предметам. Ей также вручается именной сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Стобальники по очереди выходили на сцену с родителями, а металлисты шли получать свою главную награду вместе с директором школы. В этом году в копилке Люберецкого образования 242 медали. Вначале было сложно, а потом в 10-11 классе как-то полегче было. Вначале было сложно, а потом как-то все само пошло. Дисциплины, наверное, нужно побольше над собой работать и развиваться с каждым днем. Очень волнительно, очень рада за сына. Очень-очень молодец. Я всегда уверена в детях, поэтому даже не сомневалась. Умников и умниц поздравили не только учителя, родители и руководство округа, но и артисты. Для медалистов был организован праздничный концерт. Луиза и Геозарян, Петер Пономаренко, телеканал ЛРТ. Житель деревни Марусино, 10-летний Владислав Афицин получил новый велосипед взамен украденного. Ценный подарок мальчику лично вручил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Луиза и Геозарян узнала предысторию и стала свидетелем счастливого момента. Дарили велосипед на день рождения и спустя пару месяцев, оставив велосипед в тамбуре в подъезде, у нас его украли. Мы обратились в полицию, написали заявление и ждали рассмотрения нашего дела. Найти пропажу сотрудникам полиции не удалось. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Но Надежда Афицина не из тех, кто сдается. Жительница городского округа написала обращение на прямую линию с президентом. Почти сразу же с семьей связались представители Люберецкой администрации и предложили новый велосипед. Я думала, что велосипед найдут и дадут. А тут прям вот так вот интервью. Это вот все. Велосипед новый. Не ожидал. Велосипед не только новый, но и современный. Оснащен всем необходимым для комфортной поездки. Воду вставить сюда можно. Это как раз-таки брелок, чтобы защелкнуть. Да, чтобы мы его. Как пользовался тоже, знаешь, ну разберешься. Нравится точно? Ну все, жмем руку и не будем. С тест-драйвом велосипеда Владислав затягивать не стал. Прокатился сразу после того, как получил долгожданный подарок. Чтобы дать оценку новому транспорту, достаточно было сделать пару кругов вокруг дома. Прям крутой. У меня был даже, по-моему, хуже. Просто бомба. Восемь скоростей. Для телефона подставка. Просто лучший велосипед. Луиза и Геозырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В культурно-простительском центре Люберец прошел второй этап конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком». Парам предстояло пройти творческие испытания. За выступлениями конкурсантов наблюдали мои коллеги. Свои таланты на суд жюри и зрителей представят восемь люберецких пар. Конкурсанты волнуются. Многие выйдут на сцену впервые. Они к этому конкурсу очень готовились. Сегодня пары. У каждого свой номер, своя история, история своей семьи. Я хочу всем пожелать самое главное, даже не победы, но чтобы они раскрылись так, чтобы нам эти номера творческие запомнились надолго. Они поют, танцуют, читают стихи и басни. Благодаря этому конкурсу семейные пары открыли в себе новые таланты и окунулись в молодость. Добрый вечер незнакомым, незнакомым. Добрый вечер. Добрый вечер. У Василия Ефремова и Татьяны Лаврухиной трое детей и трое внуков. Татьяна Петровна – культработник. Василий Владимирович долгие годы работал в Министерстве иностранных дел. Здесь все какие красивые, все какие азартные. Говорят, здесь дедушка, бабушка. Но здесь далеко еще до дедушек, до бабушек. Все молодые, энергичные. Жизнь бурлит. Мне нравится. Нам тоже нравится. Если моему дедушке нравится, значит и бабушке нравится. Пока одни выступают на сцене, другие готовятся к выходу. Татьяна Понятова и Николай Денисов подготовили музыкально-поэтический номер. Когда мы были в нашем кассессуаре, нам предложили, не хотите ли принять участие. Мы согласились, довольны, что мы участвуем. Вот уже прошел спортивный конкурс. Мы хорошо там выступили. При всем том, что мой супруг, кстати, старше всех. Мне 84 года. Я полночаил. И мы будем бороться. Очень приятно и хорошо. Пары замечательно выступили. Эмоции только положительные. Вот здесь, понимаете, здесь нет людей преклонного возраста. Здесь молодые, зажигательные люди. Полные огня в душе, полное к стремлению. Им победа огромная, удачи. И вот здесь только активно молодеть. Заключительный этап конкурса «Дефиле» проведут в конце августа. Пару победителя назовут в день рождения Люберец. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Для участников проекта «Активное долголетие» в городском округе Люберцы организовали необычный, но популярный досуг – катание на соборнах. Как прошло первое занятие на кореневском карьере, узнали мои коллеги. Это жаркое лето представители серебряного возраста проводят весело и с пользой для здоровья. Сегодня по плану водные процедуры. Но в их распоряжении не бассейн, а целый карьер. С самого утра группа собралась, чтобы освоить новый вид спорта – сапсерфинг. Сегодня у нас организовано мероприятие по активному долголетию. Губернатор Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым был запущен проект по сапбордам для активного долголетия. В прошлом году также это мероприятие у нас было. В этом году это уже повторное. И наши долголетие очень довольны. Им очень нравится кататься на сапах. Они такие очень заряженные, выходят жизнерадостные. Они у нас очень спортивные. Для занятий сапсерфингом нужны доска, весло и спасательный жилет. На воде сапы устойчивы, безопасны и просты в использовании. Такой вид спорта развивает баланс и тренирует вестибулярный аппарат. Мне очень понравилось. Сапы развивают баланс, мышечную активность. Вода вообще успокаивает. Встать тяжело, а грести и потом уже легко. Изначально тяжело только. Ты вроде бы и физически занимаешься, и на улице, и активность, и спокойствие. И все работает. Я бы с удовольствием ходила. Как-то пробовала, но это одно из очень лучших. Здесь, во-первых, мои ровесники, друзья. Здесь совсем другая обстановка. За мной следят, смотрят. Самое сложное, мне кажется, это встать и слезть. А когда уже баланс поймали, можно плыть и плыть, и плыть, и плыть. Мне не страшно. Я вообще ничего не боюсь. В последнее время сапсерфинг стал одним из самых популярных видов пляжного отдыха. Занятия для участников клуба «Активное долголетие» проходят по понедельникам и четвергам. На Кореневском карьере. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На берегу Малаховского озера прошел третий этап первенства Московской области по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет. За выход в полуфинал боролись 40 команд из 15 городских округов Подмосковья. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Никита Седько с детства играет в классический волейбол. Пляжным занимается только второй месяц. Наравне с более опытными игроками сражался за победу до последнего мяча. Меня привлек этот спорт тем, что два игрока и песок как бы изнуряющий, тяжелее и интереснее играть. Сыграли мы так себе, потому что не хватает приема и опыта игры, и сыгранности с партнером. Поэтому мы проиграли, к сожалению. Будем оттачивать уровень. Больше тренироваться в следующий раз выиграем. Соревнования по пляжному волейболу такого уровня в округе проводят впервые. Спортивная база и условия для проведения регионального турнира гостям понравилось. «Люберсы встретили хорошо. Здесь очень хорошие площадки. Их особенно много. И быстро идет игра». «Мы прошли уже два этапа. Сейчас будем играть третий этап за выход в полуфинал. Настрой боевой. Мы готовы побеждать». Побороться за выход в финал готовы все участники. И для этого у них все есть. Спортивная подготовка, командный дух и умение слышать наставления тренера. «Для нас это, соответственно, очень большое достижение, что мы смогли это сделать, организовать такого уровня, что всячески это способствует развитию местных игроков. Но в целом мы рады, конечно, проводить такое мероприятие здесь. У нас от городского круга участвует порядка шести пар». Сильнейшие команды в своих возрастных группах встретятся в финале. Его проведут в Солнечногорске. В Люберцах проходит первенство России по спортивной борьбе грэплинг и грэплинг-ги. Это современное боевое искусство, которое ориентировано на борьбу в портере. С участниками и организаторами соревнований познакомились мои коллеги. Более 1300 участников, 55 регионов, 4 возрастные группы и сотни весовых категорий. Первенство России по спортивной борьбе грэплинг настолько масштабное, что на его проведение требуется 6 дней. Отбирать лучших среди лучших – задача не из простых. «Здесь представлены сильнейшие спортсмены из своих регионов. Для того, чтобы принять участие в первенстве России, для начала необходимо стать сильнейшим в своем регионе, затем стать сильнейшим в своем округе. И, соответственно, первые два номера от округа имеют право принимать участие в первенстве России». А победители всероссийских соревнований, в свою очередь, представят страну на международном уровне. Обладатели первых и вторых мест примут участие в первенстве мира. Оно пройдет в октябре этого года в Казахстане. «У меня привели сюда друзья. Хотелось проводить много времени с друзьями, и они позвали меня на спорт. Я начала заниматься, мне очень понравилось. Я на первенство приехала в четвертый раз. Первые три раза я занимала третьи места. Я являюсь первым разрядницей по спортивной борьбе. Выступаю уже не первый год. Являюсь на данный момент чемпионкой мира по спортивной борьбе. И вот второй раз отбираюсь на Россию. Я только что недавно отборолась, я ее выиграла, эту схватку. У меня еще впереди одна схватка. Если пройдется удачно, стану первым номером на первенстве России». Грэплинг «Универсальная борьба» совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. Здесь разрешены все болевые и все удушающие приемы. В России и в мире этот вид спорта стремительно набирает популярность. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей ищите в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте lrt.tv. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok